Всем здравствуйте! С вами Кабычник, команда 200 и я, Илья Кувалин. Сегодня мы поговорим о том, как можно увидеться с друзьями, не выходя из дома, о неожиданном прибавлении вирусской рощи и услышим еще один хит от талантливых ребят из Солошки. Поехали! Учебный год на этот раз заканчивается на месяц раньше, 30 апреля. Но как же ВПР? Экзамены? Выпускные? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем сюжете. Это странная учеба. Школы нет, учителей нет, а уроков завались. Одна радость. До конца учебного года осталось 5 дней, 30 апреля заканчивается четвертая четверть. На первый взгляд, это, конечно, здорово. Но давайте признаемся честно, учились мы в этом году всего две четверти. А третий, с учетом всех праздников и карантинов, нам достался лишь маленький кусочек, а четвертый и вовсе толком не было. А это значит, что очень многое из того, что мы должны были пройти во втором полугодии, мы не прошли. Кто-то не доучил таблицу умножения, кто-то не сдал важный проект, а у кого-то двойки по иностранному так и остались не исправленными. И вот вопрос, когда же мы будем наверстывать упущенное? А вдруг из-за этого следующий учебный год на месяц раньше начнется? А то и вовсе всех на второй год оставят проходить то, что не успели выучить из-за карантина. Тот материал, который не успели усвоить частью третьей четверти и полностью дистанционной четвертой четверти, мы обязательно закроем в новом учебном году уже начиная с сентября. Тот материал будет скорректирован и дан именно в том объеме, понятном для вас. Никаких оставлений на повторный год обучения не предусматривается. Все будут привезены в следующий класс обучения. Насрочный учебный год закончится не у всех учеников. Опускники 9-х и 11-х классов продолжат учиться дистанционно. У них важны ЕГЭ и ОГЭ, без которых нельзя получить аттестат. Всем остальным повезло больше. Ни тебе экзаменов, ни ВПР. И зачем только мы столько времени к ним готовились? Абсолютно не зря готовились. Всероссийские проведущие работы перенесены уже на начало следующего учебного года. И каждая образовательная организация, каждая школа вправе устанавливать свой график проведения Всероссийских проведущих работ. Но есть один очень важный момент в этом отношении. Оцениваться данные работы не будут. Ну и хорошо, что сейчас наконец-то закончатся эти онлайн-уроки и бесконечные домашки. Хотя, наверное, на самоизоляции без них будет скучновато. Такое-никакое, а занятия. Впрочем, взрослые и об этом позаботились. С 1 мая у нас начнутся не просто каникулы, а онлайн-каникулы. Это будут небольшие развивающие интересные программы, предложенные в каждой параллели с 1 по 8 класс, где наши педагоги будут проводить те же самые конференции, скидывать материал занимательный. В общем, что ни говорите, но переживаем мы сейчас поистине необычные времена. Такого в истории школы еще не было. Так что запасаемся блокнотами потолще, ручками понадежнее. И пока есть свободное время, пишем хроники самоизоляции. Чтобы было потом, что внукам рассказать. Месяц на самоизоляции и счет времени уже потерь. Признайте, надо было так скучно, нюхно, так хочется повелять друзей. Но стоп! Это возможно! А как? Расскажет Яна Борзенкова. Субтитры сделал DimaTorzok У меня появилась крутая идея. Давайте завтра тоже соберемся в Zoom и сделаем совместную зарядку. Как вам такая идея? Класс, Дим! Классно! Хорошо? Когда есть возможность пообщаться онлайн. И как только наши родители раньше без интернета справлялись. Как-то вот обходились и даже лучше было, больше общались. Если мы собирались гулять, кричали с балкона, «Идешь гулять» или «Давай, выходи». У меня с третьего этажа на второй этаж тянулся проводной телефон к моему другу Дмитрию, с которым мы созванивались. То есть вот были такие детские телефоны проводные, которые можно было там на несколько этажей растянуть. Не имея мобильников и интернета, наши мамы и папы выручались по-своему. Если жили через стенку, перестукивались по батарее. Если в разных районах города писали друг другу письма. Настоящие, бумажные. А иногда приходилось использовать изобретательские таланты. Сейчас я вам расскажу, как сделать домашний телефон. Нам всего лишь надо три предмета. Это резинка и два спичечных коробка. Делается он просто. Крышка снимается. В дне каждого коробка делается отверстие. Туда и продевается длинная веревка или, как у меня, резинка. А лучше всего подойдет леска. И все, наш телефон готов. Ну вот, наш домашний телефон готов. Пойду пробовать с мамой. Дальше главное, чтобы шнур был натянут. И по коробкам можно разговаривать, как по телефону. Конечно, для больших расстояний не очень подходит. Вот с балкона на балкон протянуть можно. Меня что, правда слышно? Я сама в шоке, что это правда работает. Ну ладно. Давай, пока. Сделайте тоже сами такое дома. Это правда работает. Распособление, конечно, интересное. Но даже оно не заменит живого общения. Одно радует. После самоизоляции будут каникулы. И мы успеем наверстать упущенное. Скорей бы. Весна. Птицы возвращаются домой из дальних краев. Вьют гнезда. Готовят в леси же потомство. Но первые птенцы появились в Ульяновске. Знаете у кого? Никогда не догадаетесь. Смотрите в нашем сюжете. Апрель. Время птиц. Вернулись в родные края любимцы ульяновской публики. Орлы Симбирь и Ульяны. Они уже готовят свое гнездо для появления потомства. В этом году за орлиной жизнью можно будет снова наблюдать онлайн. И уже совсем скоро мы сможем видеть, как у них появляются птенцы. Но кое-кто их уже опередил. Вот от этих прекрасных наших страусов появилось потомство. Чувствуют они себя хорошо. Кормим мы их замечательно. Подкармливаем. Вареными яйцами. Комбикормим нулевым. Три очаровательных малыша появились на свет 9 апреля. Правда их родителями, живущих в Ульяновской роще, страусом Лори и Клепи, высиживать с пшенцов не пришлось. Страусята вылупились из яиц в инкубаторе на индишачьей ферме. Хотя мы привыкли называть австралийского эмо страусом, это совсем не страус, хотя и очень на него похож. По крайней мере, больше, чем на любую другую птицу. Удивительно эмо во всех отношениях. Во-первых, они прямые потомки динозавров. Их возраст насчитывается более 45 миллионов лет. Со временем эти птицы утеряли свои крылья. Остались небольшие отростки, около 20 сантиметров. Причем над них есть настоящие когти. Но главное оружие эмо – это не они, а их мощные ноги. Одним их ударом птица может убить не только взрослого человека, а даже кенгуру. Бегает эмо со скоростью 60 км в час, а шагает сразу на 3 метра. И покрыт он не только небольшими бархатистыми пирями, но еще и шерстью. Еще эмо очень любит купаться и даже может перепрыть негрубокую речку. Ну что, все еще не верите в то, что питомок динозавров – это эмо? А вы послушайте его голос. Согласитесь, наречание Терекса – это похоже больше, чем на соловьиную трель. Но пока малыши их тихонько попискивают. В наступление тепла птицы будут в помещение, а ближе к лету подрастут и окрепнут. И отправятся на свежий воздух. Самоизоляция – время для творчества. И вокальный коллектив «Соловушка» – лучшее тому подтверждение. В нашем выпуске еще один их клип, который они сняли, не выходя из дома. На небе солнце светит, и радуга встает. Из нас никто на улицу сегодня не идет. На карантине дома, теперь мы всей семьей. Рисуем и читаем, ты с нами песню пой. На карантине дома, теперь мы всей семьей. Рисуем и читаем, ты с нами песню пой. Мы здоровья всем желаем, вместе вирус прогоняем. Улыбнись и будь собой. Заниматься дома будем, и про вирус мы забудем. Ты почаще, руки мой. Ты почаще, руки мой. Учимся в Ватсапе, в Скайпе, Инстаграм. Онлайн мы выступаем, приветы шлем друзьям. Останься лучше дома и в город не ходи. Мы так коронавирус быстрее победим. Мы здоровья всем желаем, вместе вирус прогоняем. Улыбнись и будь собой. Заниматься дома будем, и про вирус мы забудем. Ты почаще, руки мой. Руки мой, и с нами пой. Руки мой, и с нами пой. Руки мой, и с нами пой. Прощай, коронавирус! И вот наш выпуск подходит к концу. Далее вас ждет обзор любимых фильмов от наших экспертов. И инструктор по погоде. Ну а я с вами прощаюсь. Будьте здоровы! Когда есть свободное время, появляется возможность пересмотреть любимые фильмы. Или вот, например, плащик. Один раз я посмотрел фильм под названием «Пираты Калибского моря». Кто любит фильмы с боями, драками, морскими боями, советую посмотреть вам этот фильм. Недавно я посмотрела замечательный фильм «Приключения Петрова и Васечкина». Его мне посоветовала посмотреть мама, и я ничуть не пожалела. «Приключения двух школьников» в забавной ситуации, в которой они попадали, заставляли меня смеяться от души. Еще можно посмотреть фильмы, советские мультфильмы, и по-настальгии распространяются. Бабушка. Я очень люблю «Звездные войны». Я посмотрел все его, все, что касается этой темы. Мультфильмы, и сериалы, и фильмы. Там же «Дай» и «Ситки» с «Реви» дерутся, и все, но при этом очень круто. В поисках мамы, скорее всего, вы будете плакать. Но, конечно, не знаю, как это могут несутся мальчики, но я, когда смотрела этот фильм, я плакала. Еще можно посадить своих сестер на Марвел, так же, как сделала и я. Просто я включил «Северо-паука», и она начала смотреть Марвел. Всем советую посмотреть. Конец апреля. Самое время начинать вечный сезон. А раз на улице нам нельзя, устроим себе огород прямо на окошке. Вот, смотрите, вот мои помидорки, баклажанчики, капуста, перчик. Погоду для них нам придется сделать самим. Поливать каждый день, не морозить на сквозняках, и самое главное, поставить на солнышко, и урожай будет богатым. Ваш инструктор по погоде в зоне Полина Винокурова. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!